Всем привет! Сегодня у нас обзор итальянского ножа от компании Extremo Razzio, который называется BF2. Это модель TT, о чем свидетель стоит вот эта надпись BF2TT. И, как вы видите, немножко нестандартный, ну скажем, немножко нестандартного плана рукоять. Это модель, которая сейчас уже снята с производства, которая называется War Dog. Типа Пес войны и прочее-прочее. Что производились эти ножи как с клинком Tanto, как в моем случае, вот такой вот, так и с клинком Drop Point, который назывался Pitbull. Ну и, в принципе, давайте немножко для тех, кто не знает, Extremo Razzio, это такая компания, которая делает всякие разные страшные ножики. И, наверное, вот это единственный нож из складней, который мне нравится. Называется он BF2. BF2 говорит о том, что это Basic Folder, что это как бы, ну, базовый складень. Использует он здесь замок Liner Lock. Давайте немножко подвину. Ну, Liner Lock такой, достаточно хитрый, толстый и вот такой вот широченный на пол рукояти. Вот вы видите обратную сторону, вот там вот, до вот этого пропила, все вот это лайнер. И, как вы видите, отгибание лайнера здесь происходит не вот здесь, где мы с вами привыкли, а вот в этом месте, что вы складываете его именно вот в этом месте. Клинок. Давайте поговорим о том, из чего сделал нож. Значит, нож сделан в Италии, отсюда Вайценник. Нож такой, в простой версии, не вот в этой версии War Dog. Это якобы версия была для полиции, что у нее был не красный предохранитель, а черный. Вот. Обычная версия с красным предохранителем, с прямой, с литой, плоской рукоятью стоит, ну, наверное, 10 тысяч это самое дешевое. Вот, насколько я знаю, самые дешевые цены на европейские ножи вообще, в принципе, в магазине Ламни. Вот. И кто не знает, на обновленную версию этого ножа, BF2R, с таким хвостом, с немножко измененной геометрией, измененный, скажем, конструктив немножко, мы собираем донат. Но, что-то, сдается мне, что мы вряд ли его наберем, потому что за 15 дней доната собралось всего там, что-то, 5 рублей. Вот. Но, тем не менее, нож не очень маленький, не очень большой. При этом, если вы посмотрите на видео, вы поймете, что нож страдает синдромом парамили. Но он им страдает только на картинках и на видео. Когда он у тебя перед глазами, вот эта сама форма этого танта, спущенного от обуха, она как-то очень сюда хорошо вписывается и пропадает ощущение, где у тебя рукоять переходит в кли. Но, тем не менее, значит, сделан нож, вот эта вот одна накладка, значит, у нас есть стальной лайнер. Одна и вторая накладки сделаны из такого алюминия, очень прочного, под маркой Anticorridal. Короче, вот, что он, походу, твердый и никак не реагирует на всякие агрессивные среды. Вес ножа 137,5 грамм, сталь у нас на кренке N690KO. Вот, когда заходишь на официальный сайт Extreme Ratio, у них написано просто N690, но написано, что с добавлением кобальта, да, вот это КО, это как раз эта самая приставка. А когда ты заходишь в каталоги к ним, то у них прям четко написано, что N690KO. В обухе 3 мм, и, скажем так, то, что удалось мне намерить вот от этого первого упора до кончика, получилось 85,5 мм, что клинок, по сути, не очень большой. Это, безусловно, тактик с очень глубокой и очень удобной клипсой под посадку. Безусловно, вот эта сама насечка, она дает гораздо большую сцепку с рукой, и, опять же, когда ты достаешь его с кармана. Мне, к сожалению, не с чем сравнить, у меня не было никогда ножей обычных, у меня сразу появился вот этот, просто пока мы ждали донат, мне уж очень хотелось поскорее, я на Ганзи у одного из ветеранов купил тот нож, и, скажу честно, что когда он мне пришел, я немного разочаровался, потому что он не соответствовал тому описанию, которое было. И я буквально сразу решил, что, думаю, блин, вот что за шляпа, как бы был немного расстроен, но, повертев нож непродолжительное время в руках, я решил, что я себе его оставлю. Ну и, в общем, сейчас нож у меня остался, и он теперь носится у меня на кармане. Значит, по столе я вам сказал, и вы видите, что, нож уже перетачивался, да, это перетачивал я по одной простой причине, что то, с какой заточкой приходят эти ножи, вот конкретно вот эти, там-то и конкретно вот в таком исполнении, это, ребята, такой мрак, это просто. На всех ножах, на которых я видел, имеется вот такое залезание, вот я говорю про вот это место, залезание на, ну, на рекасу, да, если вы посмотрите, там следы от грубой ленты, еще и задето само вот это вот, само ребро, и так с двух сторон. Это не я так сделал, это так было. Я пытался всячески это исправить, хотя бы декоративно, приведя кромку в нормальное состояние. Плюс, все это точится на руках, и имеет место быть вот такая вот хрень. Посмотрите, как на кастомном страйдере, у вершинки тоньше, у кончика шире. И так с двух сторон. Ну, радует, что хоть более-менее сделано одинаково. Значит, вот здесь вот вы посмотрите, да, какой спуск. И когда их затачивают, их затачивают вот под таким углом на гриндере. Поэтому из коробки вот этой граней, острой, ее даже нет. Она и сейчас нельзя сказать, что прям суперострая, что здесь вершина. Здесь тоже она все равно скруглена. Но с завода здесь идет почти просто закругленная вот такая фигня. Потому что точат вот под таким углом, вот как идет вот этот вот спуск. Именно отсюда и залезание, и именно отсюда кромка здесь у основания шире, чем кончику. И вот если вы посмотрите на мой подвод, который я сделал, да, то вот ближе к основанию вы видите риски, которые вылазят из-под моего подвода, да, подполированного. Это как раз остатки предыдущей заточки. Причем ее зачем-то после ленты грубой еще и полируют. Значит, хочу сказать сразу по покрытию. Какое-то хитрое покрытие, милспек, чего-то, чего-то. Какой-то информации про него я не нашел. Единственное, что нашел, что оно полностью соответствует требованиям НАТО. И вроде как этот нож имеет НСН номер. Не знаю, не проверял, как бы не стал рыться, не стал копать. Мне просто понравился сам нож. Он такой, знаете, тактик-тактик. Потому что здесь сведение тактическое. Здесь 0,8. Здесь до полутора миллиметров. У основания миллиметр. На кончике полтора миллиметра. И самый забавный момент, ребят, что угол родной. Я затачивал именно на родной угол, что здесь 18 градусов, а здесь 23. Вот такая вот ерунда. Не стал я здесь выправлять для того, чтобы не снимать у основания целую кучу металла. Сразу хочу сказать по железке. Железка реально оказалась твердая. И когда я ее... Она даже не только твердая, она прям сопротивлялась заточке. Потому что в ней, видимо, дофига кобальта. И точить ее было не очень приятно. Она не жирная. И, ну, как бы она посередине не жирная и не сухая. Но при этом обрабатывается она, ну, вообще не очень приятно. Я надеюсь, что тупица она будет так же плохо. Потому что, ну, вот по заточке, да, сразу понятно, что очень неплохо она заточена. Ну, в смысле, неплохо затачивается. В смысле, хорошо держит кромку. Из косяков, когда пришел ко мне нож, скажем, предыдущий владелец, а как и утверждает тот, у кого купил я, потому что я, когда получил, увидел ряд косяков, про которые не было сказано, знаете, как это делается на Ганзе? Типа, вот фото с телефона плохого качества, извините, нет фотика. При этом чуваку кидаешь, он говорит, ну, у меня айфон, типа, кидай мне там в этот, в как его, в мессенджер, я им не пользуюсь, поэтому название не помню его, стандартный, да, типа, пиши мне туда, в FaceTime там куда-нибудь. При этом он говорит, у меня нет фотика, я не могу нормально сфотить, и на самом деле это делается для того, чтобы не показывать многие косяки. Вот. И, собственно, я как бы, ну, ему написал, и он говорит, да, вообще нож такой был, что предыдущий владелец, точнее, предыдущий, пытался подполировать еще родную грубую заточку, и поэтому вокруг всей моей кромки есть такая белесый такой ореол, на самом деле, с двух сторон, такой вот. Это именно от того, что кто-то криворукий пастой шарков. Но цена на этот нож, на самом деле, при том, что он стоит там новую десятку, даже на Ламни, где самая низкая цена, мне обошелся нож в 7 тысяч. Ну, он пришел с родной коробкой, со всеми делами. Ну, грех себе не оставить. Из косяков этого ножа я могу только отметить такой момент, что посмотрите на осевой, посмотрите на шпенек, посмотрите на шпенек с этой стороны, посмотрите на винты на клипсе. И это все, ребят, не кто-то специально сделал, оно просто так облазит, приходит непрокрашенное, и я почитал, это, на самом деле, большая проблема у всех экстреморацио. Что касается покрытия, покрытие достаточно стойкое, оно в меру скользкое, в меру шершавое. На нем за два дня поюза на кармане, носки в джинсах, там что-то я доставал, щелкал, открывал. Каких-то особых повреждений, царапин не появилось. На покрытии то же самое, оно значительно менее маркое, чем DLC, и как бы, ну, что с него там даже пальцы рук стираются гораздо легче, при этом оно не царапается, потому что я им уже вскрывал и металлические ленты, и все остальное. Кстати, по кромке тоже проблем пока не вызвалось, кроме как немножко подмотировалось там, где я работал по жесткому материалу. Что понравилось? Во-первых, мне понравилось, что осевые, что винты, на которых собирается нож, достаточно толстые, и собираются на торк с восьмерку. Мне это очень понравилось. Во-вторых, мне понравился жесткий, толстый лайнер. Он реально толстый, он реально широкий, что люфтов горизонтальных никаких нет. Мне понравилась толщина вот этой упорной бонки, и понравилось то, как она изготовлена, и как она легко может быть заменена, в случае чего. Плюс, обратите внимание, предохранитель, про который мы с вами говорили, что в открытом положении он выдвигает под лайнер штырь металлический. Выдвигается, и ты лайнер складываешь на этот штырь, ты его просто не сможешь сложить. Что еще из моментов? А, есть приятный момент, что у ножа для того, чтобы не остаться без пальцев, я сначала решил, что это какой-то косяк, конкретно моего экземпляра, но на самом деле, посмотрев, почитав форум Экстрема Рацио, и когда я разбирал этот нож для того, чтобы заточить его на профиле, как оказалось, профиль не очень сильно подходит для заточки клинков типа Танто, именно второй. Первый идеально подходит, второй не очень, что мне пришлось разобрать нож, вытащить клинок, вставить его, чтобы заточить, и я смог оценить поистине то, что творится внутри. И, скажем так, сложить, вот когда включен предохранитель, вряд ли у вас получится, вряд ли получится сложить этот нож. Во-вторых, обратите внимание, я уже говорил про это на ножах стелкло, я понимаю, что сравнение неуместно, но тем не менее. Осевой винт сделан на обычной шлицовой отвертке, широкой, что вы его можете подтянуть или ослабить, там, любым подручным инструментом, чуть ли не монеткой. Плюс, все винты нифига не облазают, не заминаются, ничего с ними не делается, винты очень хорошего качества. Очень удобная клипса, ребят. Клипса очень удобная, очень глубокая, но чисто вот на вот этой модели, из-за того, что есть вот эта насечка, без темоляка достать нож достаточно сложно, потому что, когда вы засовываете руку в карман, берете нож и берете клипсу, вы ее волей-неволей прижимаете к вот этой вот гладильной доске, ой, к стиральной доске, да, и для того, чтобы вытянуть, ну, это нужно как-то аккуратно вот так, что ли цеплять. А когда есть темляк, двумя пальцами дернул, выдернул, нож открыл. Нож работает на толстых, ребят, прошу не путать, не в торпластовых шайбах, а тефлоновых. С двух сторон стоят толстые тефлоновые шайбы, а в торпластовая шайба подложена только с одной стороны, с противоположной лайнеру, подкладка под в торпласт, под тефлон. Тефлоновые ходят здесь, что прям вот в этой плашке, прям фрезеровка. Плюс, внутри замка, вот к этому предохранителя, к которому идет доступ отдельно, не разбирая нож, внутри тоже установлена одна тефлоновая и одна в торпластовые шайбы. Что здесь шайб, как бы, ну, достаточно много, и оно все толстое, надежное, что оно, вот в торпласт, он вот так вот там, пальцами прям мнется. А тефлон, нифига, он очень твердый, все толстый, ну, я не знаю, вам будет, наверное, ну, вот, будет вам видно. Одна просто вот с этой стороны положена, а вот в этой плашке, в лайнере, подфрезерована, и она там утоплена. Значит, что касаемо толщины лайнеров, 1,6 мм, это достаточно толстый, мощный лайнер, здесь вопросов тоже не возникает. Ход клинка отличный, плавный, и тот момент, про который я говорил, я немножко отвлекся, прошу прощения, когда вы отжимаете лайнер, и начинаете складывать клинок, наступает такой момент, когда у вас вот так клинок упирается, все, и дальше, чтобы его пройти, его нужно нажать с усилием. Я решил, что это какой-то у меня просто косяк модели, какой-то кривой лайнер, еще что-то. Когда я разобрал, то обнаружил, что на клинке есть второе отверстие под шарик детента, которое сделано именно с точки зрения безопасности, чтобы вы не сложили нож на пальцы. Потому что, если его чуть ослабить, вроде бы люфта нет, но клинок начинает прям летать, и можно реально легко сложить себе на пальцы. Чтобы этого не было, есть вот такая система дополнительной страховки, чтобы не сложить на пальцы, потому что здесь, за счет широкой вот этой части, тут у вас не прокатит, как это там на колдстилах, что вы складываете себе тупьем на пальцы, здесь реально легко подрезаться. Ну и вот к такому лайнеру, который изначально у меня вызывал опасения, очень быстро привыкаешь, это реально удобно. Ну и как бы на самом деле я по достоинству оценил этот момент. Поэтому я ножом крайне доволен, однозначно оставляю его себе как тактический EDC, так сказать, спущен здесь нож от обуха, и я в принципе порадовался, мне нравится как бы и за эти деньги вполне. Вот. Что я вам еще про него не рассказал? В принципе, рассказал вам все. Понравилась штуковина, и блин, я, если честно, очень хочу все-таки R-версию, для того, чтобы я посмотрел, что у нее немножко переделан конструктив. Да, если здесь винты у нас с одной стороны, там с двух сторон, там переделана длина клинка, там клинок длиннее. Плюс есть убран шпенек, и убран вот этот дурацкий гринд, который съедает больше сантиметра клинка, и без того не очень длинного, и убран шпенек, вместо этого там имеется такой уз, как у бритвы опасный, вот здесь, что вы открываете за него. Он одинаково хорошо работает, и как Emerson Wave с кармана, вот так сдергивать, и об руку, и об штаны, и об все, что хотите. При этом основной форм-фактор остался прежним, но переработана длина клинка, переработан замок, там есть некие изменения, вот, и плюс вообще улучшен ход, что там что-то еще сделали с шайбами. Я вот пытался там, я просто по-итальянски не очень шарю, я на форуме экстреморацию отирался, читал, но Google сами понимаете, как переводит, как попало, что понял, что не понял, как бы, ну, остается догадкой. Но, по донату ситуация следующая, за 15 дней мы собрали 5000 рублей. Магазин ножей ламния .fi или .com согласился помочь нам с донатом R-версии и предложил скидку на этот нож, хорошую скидку на R-версию, для того, чтобы мы его могли с вами заобзорить, затестить и разыграть. И просто это все за то, что я вот скажу вам на самом деле, что, ну, на самом деле, это без шуток, без так и есть, без всяких там скидок, без всего остального. У них самые лучшие цены на европейские ножи в принципе, в принципе, самые лучшие из того, что вот так доступно с простым интерфейсом, с простой доставкой в Россию, ЕМС, прям вас, к вам до дверей, причем там, если на определенную сумму набираешь, то еще и бесплатно. У них еще и хороший выбор на американские ножи и цены ниже, чем во многих российских магазинах, причем, что вы опять же получаете ту же самую ЕМС-доставку от определенной суммы. Но боюсь, что поскольку не наберется желающих поучаствовать в донате, возможно, будет такой момент, что я его куплю лично, сам за свои деньги, с той скидкой, с которой предложил магазин Лавния, сам проведу тестирование ножа, не будет, наверное, только хард-юза, будет тест стали, чтобы понимать, будет обзор. Опять же, магазин Лавния, большое спасибо, что они вызвались помочь нам с этим. Нам тогда, может быть, придется просто дособирать до 6 тысяч, и все-таки, как мы и планировали изначально, заказать Cold Steel GoldenEye и протестировать 35-ку от Cold Steel. Поэтому вот такое видео, достаточно длинное, но я надеюсь, вам было интересно, потому что нож интересный, мне понравился. Дизайн, может быть, не для всех, но для тех, кто боялся брать ножи экстрема-рацию, берите смело, здесь нет ничего такого, и в них, да, черт возьми, есть харизма. Но цена, опять же, ребят, вы должны быть готовы, потому что ножи не дешевые, материалы не могу сказать, что прям супер, но тем не менее, все, что сделано в Италии, стоит дорого. На этом и все, всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok